Дорогие москвичи, нам приятно сообщить вам новость. Только что в магазин по продаже автомобилей поступила первая партия новых автомобилей «Запорожец». Новая модель значительно отличается от старой. Впрочем, посмотрите сами. Не правда ли? Красивая машина. Современная, элегантная. Безусловно, она завоюет в самое ближайшее время симпатии многомиллионной армии автолюбителей. Мне, как автолюбителю, признаться, эта машина очень и очень нравится. Чем же отличается новая модель от старой? Вот посмотрите. Двигатель расположен в новой модели, так же, как и в старой задней части автомобиля. Мощность его доведена до 30 лошадиных сил. Салон намного просторнее, чем в старой модели. Почти такой же, как в модели «Москвича» 408. Всего лишь на полтора сантиметра уже эта машина, чем «Москвич» 408. Но мы эту короткую передачу, товарищи, посвящаем не рекламе нового «Запорожца», который в этом совершенно не нуждается, а посвящаем ее ответам на вопросы многочисленных наших зрителей, которые интересуются, каким образом можно приобрести новый автомобиль. Вот с этим вопросом мы и обратились к директору магазина по продаже автомобилей, Василию Николаевичу Осику. Пожалуйста, Василий Николаевич. Ну, известно, что у нас машины продаются по очереди, которые записываются магазином. Люди в порядке, именно живой очередь становится. Все мы их записываем и потом вызываем открытки за уплату денег и получение машины. Такое очередь у нас уже имеется. Спрос на эту машину весьма большой, и всех удовлетворить, конечно, мы не можем. А сколько стоит эта машина? Машина стоит 3000 рублей. Известно из решений 23-го съезда партии, и затем дальнейшего решения правительства о том, что в самое ближайшее время будет выпускаться большое число автомобилей. Василий Николаевич, а сколько предполагается продать новых запорожцев в этом году? Дело в том, что мы в основном продаем старую модель. Старая она производится параллельно с новой, и, повторяю, основная масса, а именно около 4000, идет старой модели. Думаю, что около 1000 завод нам должен был бы дать этих машин. Сейчас они поступают плохо, завод задерживает. Думаю, вот такое количество. Спасибо. Дорогие автолюбители, я думаю, что нам надо с вами запастись немного терпением, и в самом недалеком будущем многие из нас обязательно приобретут новый легковой автомобиль. Не правда ли, Василий Николаевич? Убежден в этом. Большое спасибо вам за беседу.